В зоне АТО боевики обстреляли из миномёта в посёлок Золотое Луганской области. Никто не погиб, но повреждены несколько жилых домов. А под Авдеевкой, пользуясь перемирием, противник активно укрепляет свои позиции. Из зоны боевых действий репортаж нашего военкора Ирина Баглай. Боевики снова подняли беспилотники над Авдеевкой, где щитом стоят украинские военные. По ним едва ли не онлайн ведут корректировку огня. Он улетел, посмотрел территорию, улетел и после этого начинается. Найомники не только не отвели свои танки от линии соприкосновения, а наоборот, вопреки всем договорённостям, снова вывели их на огневые позиции. Сделав до 20 выстрелов по позициям армейцев, танки возвращаются в тыл противника. И уже ближе к ночи боевики открывают плотный огонь из гранатомётов. Вчерашний обстрел боевики начали с банальной драки за водку на своей позиции, рассказывает командир. Мы засекли при аватаре, голый торс, без бронежилет, без ничего, билися за бутылку грюки. И начали по нас стрелять. По утру наёмники активно возводят новое укрепление, а вот армейцам приходится закапываться прямо под пулями. 12 и 7. Где они копались? Вот чёрный брендаж, там они окапываются днём и ночью. На малейшее движение или попытку выглянуть из-за укрытия, боевики реагируют вот таким огнём. Вот с такой стрельбы посреди дня и прекращается режим тишины на промзоне. Бьют переважно с подместа, как раз с рождецки. Вот это щелчки, и что это? О, это по нас, про себя. Медики оценивают хлебное перемирие, по-своему радуются, когда не приходится выполнять свои прямые обязанности спасать раненых. Все сейчас нас стараются ходить даже в перемирии бронежилет, в каске, потому что в любой момент может открыть огонь. Работа есть завжди, нужно копаться, укрепляться. Огонь не открывать, придерживаться перемирия. Приказ, вопреки провокациям боевиков, пехота выполняет. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк.